Подобная елка для детей с ограниченными физическими возможностями в Одинцово проводится уже во второй раз. В организации праздника активное участие принимают муниципальные власти, представители общественной палаты и депутатского корпуса. Благотворительное представление обеспечивают артисты Одинцовского театра «Хобот». 45 детей у нас здесь на елочке. На елку к нам приходят не только дети-инвалиды, но и все дети, которые находятся в семьях. У нас есть и два, и три, и пять детей. Все они бывают у нас на елочке. Одинцовский театр «Хобот» представил детям свою версию новогодней истории, основанную на сказке «12 месяцев». В нее внесли узнаваемые элементы современной жизни, которые так увлекли зрителей, что они то и дело подключались к действию прямо из зала. Как известно, благотворительные праздники требуют серьезных расходов. Их взяли на себя одинцовские депутаты. Депутаты городского поселения от фракции «Единая Россия» это Чемур Леев, Пал Самсонович, Кунашенко Григорий Яковлевич, Калинин Виталий Ремосович, Харитонов Федор Сергеевич, Серегин, Ицышин. От себя лично Пойтин Владимир Гведонович также нашел возможным поздравить детей. Поэтому я думаю, что это добрая традиция. Один из главных моментов любой елки – вручение подарков. На этом празднике все они адресные. Каждому ребенку досталось именно то, что он и заказывал Деду Морозу. И здесь также не обошлось без депутатской поддержки. Все депутаты нам помогли с приобретением подарков. Подарки именно те, которые необходимы детям. Не просто сладкий подарок, а именно по их заболеванию. Не то, что просто так подарили. По заболеванию ребенка, чтобы подарок этот не остался в сторонке и не был выброшен. Впереди у этих детей участие еще в нескольких новогодних районных и городских мероприятиях. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.